Романтика дальних странствий Я думаю, что каждому в жизни представляется такая возможность отправиться куда-то, совершить что-то неординарное. Но многие вот за такой повседневной суетой как-то это свои хоронят, это свои мечты. Олен Хайрулин и Петр Грачев, спортсмены с многолетним стажем, хоронить свои мечты не привыкли. Объединившись, они написали письмо правительству Республики Татарстан с просьбой поддержки кругосветного велопутешествия, посвященного Универсиаде-2013. Со всеми людьми, которыми мы встречаемся, хоть это чиновники, хоть это средства массовой информации, вот наши мероприятия на удивление, позитивно все встречают. Спортсмены искалисят планету с целью рассказать всем об Универсиаде в Казани, планах общения со СМИ и встречи с велосипедистскими сообществами разных городов. Американские мероприятия знают не так. У нас есть необходимый расходный материал, связанный с Универсиадом. Это не первое. Это значительно. То есть мы это везем с собой, рассказываем им об Универсиаде, мы, естественно, будем все это дарить. Петр и Олен будут в пути 235 дней и вернутся к самому началу всемирных студенческих игр. По возвращению в Казань спортсмены наверняка приобретут большую популярность. Местные СМИ уже вмешались в их плотный график подготовки, но путешественники не отвлекаются от главной цели. Давайте так, вот когда мы совершим крутосветное путешествие, тогда можно, да, сказать, что сделали большое дело, сделали дело во благо нашей республики, нашего родного города, нашего Универсиада. И героя кавалеровского, георгиевского кавалер, Алисия Петровича под праздником. Наш земляк Анисин Петрович Панкратов, вдохновивший казанских смельчаков, сто лет назад стал первым россиянином, совершившим крутосветное велопутешествие. Однако сегодня об этом мало кто знает. Повторяя подвиг Панкратова, Петр Грачев и Олен Хайрулин хотят привлечь внимание не только к известному земляку, но и к проблемам велосипедного движения в Казани в целом. Наш такой большой вклад, он будет виден тогда, когда появится в Казани настоящая полноценная первая велодорожка, которая будет не просто для галочки, а по которой можно будет ездить, например, кому-то на работу. Мэр Лондона Борис Джонс едет на работу. Фотографии высокопоставленного велосипедиста пользуются большой популярностью в интернете. Сообщество велосипедистов Казани тоже хочет пересадить главу города и все правительство Татарстана на велосипеды. В будущем году, в начале сезона, мы вместе с другими велосообществами Казани хотим выступить с инициативой и пригласить президента республики, мэра Казани, руководителей ГИБДД, дорожных, архитектурных организаций пригласить покататься на велосипедах, чтобы наши руководители, руководители нашей республики и города ознакомились с ситуацией на дорогах и как бы стали ближе к казанским велосипедистам. Путешествие Петра Грачёвы и Олена Хайрулина наверняка изменит отношение к велосипедистам в нашем городе. В столице всемирных летних игр 2013 года велосипедистское движение...